Всем привет, это подкаст Europe Design. Сегодня 26 января и громкие темы. Новинки от Microsoft. Steam представил сервис онлайн-трансляций. И глава Google заявил, дни интернета сочтены. Погнали. Первая тема, самая громкая на этой неделе у нас была. Microsoft представила все вот это вот, все свое великолепие. Я там Windows 10, там даже очки свои представила. Я даже не знаю, с чего начать нам с тобой. Все такое вкусное. Да, все, все. Это было 22 января. И рассказали, что на следующей неделе, то есть уже вот-вот-вот-вот, можно будет Consumer Preview Windows 10 попробовать, хотя уже вот Technical Preview-то можно. У меня вот есть аккаунт на Microsoft. Да ладно? Да, потому что я покупал за свои кровные. А нет, я покупал, да, покупал. Ты по скидке покупал для этих владельцев Windows 7, тогда всего полтора рубаса стоила восьмерка. То есть я был владелец Windows, да, я был владелец Windows 7. У тебя с букой шла Windows 7, насколько я понимаю. Да, я обновил там за какие-то копейки, вообще за тысячу рублей, за 1200. Вот, и теперь я могу Windows 10 поставить себе абсолютно бесплатно. Первый год, они сказали, что целый год можно будет ставить Windows 10, обновлять с семерку и восьмерку и 8.1 до вот десятой версии Windows. А потом, кто не успел, тот опоздал. Ну, потом, наверное, те, кто не успели, они, наверное... Ну, нет, за бабки стопудово. Но они, видишь, наполовину этого, как Apple стали. То есть те, начиная с LINE, все бесплатно выдают. Помнишь, мы в 2011 году с тобой сидели, презентацию смотрели, и они прям бомбанули, что free update. И с тех пор у них все апдейты бесплатные. Но тут движется Microsoft к ним. Да просто поняли, что не на этом уже деньги делают, видимо. Ну, в общем, десятка, она будет как и для ПК, как и для мобильных устройств, все одно и одно-одно. Там немножко интерфейс такой красивый, другой. Ты имеешь в виду меню пуск? Ну, да вообще все там. Да, меню пуск, там вот эта панель, вот эти все вещи. Ну, он фуллскринный такой, насколько я теперь вижу. И он, ну, я так понимаю, кастомизируемый. Скорее всего, можно будет это отключить и ставить дефолтное меню пуск. Ну, в смысле, оно уже не очень дефолтное. Ну, короче говоря, стопудово он как-то кастомизируемый. Мы сегодня зашли, хотели поставить. Ну, не столько поставили, сколько хотели посмотреть, можно ли поставить консюмер превью. Пока еще нет. Еще только технику превью предлагают, поэтому... Может быть, через недельку расскажем, что там как. Да, но можно, но можно. Вот на Windows 10 на телефончиках и, наверное, на планшетах. Да, на планшетах и смартфонах весь, оказывается, пакет. Ну, хотя он и сейчас доступен. Весь Word, Excel, все. Офис весь. Да, да, он, по-моему, уже доступен. Я помню, даже была какая-то тема, что они на iOS его бесплатно раздают. Да. Или просто они его на iOS выпустили раньше, чем у себя. Какая-то была такая штука, что типа... Ну, да, да, да. Я не знаю, в Skype мы узнали, что очень сильно выглядит как iMessage. Ну, у меня здесь в новости нет скрина, но мы, по-моему... Мы видели. Нет, мы в паблик не публиковали. Ну, короче говоря, в Skype полностью слезали интерфейс с iMessage. Ну, наверное, это просто как бы они признали, что круто сделано было у Apple. Так, они, понимаешь, они же, так как Skype это их продукт, он теперь будет интегрирован со всеми ими, там, со всеми контактами, там, в общем, вообще будет. Ну, ты если вспомнишь, они учетную запись Skype насильно заставляли переводить в Microsoft учетку в какой-то момент, поэтому они шли к этому. Да, это значит... Ну, вот, ну, браузер. Нам-то надо сильно прям про браузер. В общем, Spartan, новый браузер от Microsoft, он идет вместе с Internet Explorer 11, получается. Это будет два браузера у вас на Windows 10. Ты уверен, что вместе? Да. Насколько я понял, Spartan будет на десятке, а на восьмерку и семерку прилетит Internet Explorer 11. Не-не-не, на десятке будут оба тоже браузера. Понял. На всякий случай. Просто, видишь, мне интересно, а смогу ли я на свою 8.1, допустим, поставить Spartan? Да нахрен у тебя там много. Нет. Ну, то есть, ну, наверное, сможешь. Ты же можешь на семерку поставить десятый Internet Explorer, который вышел на восьмерке. Стоп, я проверял, это сейчас не пустой звук. Я думаю, и тут сможешь. Тем более, они же там сделали вот этот режим смены движков практически, как вот тут у меня можно в разработке пользовательский агент менять. Вот они там сделали смену движков, что типа и Ешный, Тридент, и вот Спартановский новый движок. Пока непонятно какой, но обещали, что не WebKit и не Gecko. Ну, в общем, какая-то секретная разработка практически. Там иконочка будет такой глобусик у Spartan. А, это инфа сотка? Я думаю, это как будто так. Ну, это везде на скриншотах, я думаю, что сотка. Здесь я... где бы его найти? Тут в моей статье на Verge нету почему-то. А ты... Картана-то мы... нет, да, еще не сказали? Ну, во-первых... Это их голосовой помощник, как Siri. Так, ладно, он не только в самой Windows, он и в самом... У тебя в Spartan будет работать сейчас? Да, да, да. Там и в Halo он еще есть. Ну, вот да. Значит, ну, такие разработки. Xbox Live, они насильно его будут устанавливать на Windows 10. И в нем же, в Xbox Live будет насильно интегрировано все со Steam. Ну, вот здесь есть скрин, что запущен и Xbox Live и Steam. Я каюсь, презентацию не посмотрю. Но мне теперь хочется посмотреть после вот сегодняшнего этого обсуждения. Мне кажется, надо будет все-таки заценить лично. Как будет выглядеть Xbox Live и Steam? Даже, ну, не только ради них, хотя кого я обманывал. Просто посмотреть, что как. Но, да, то есть вот... Что по скринам, что по статьям все как-то так куца написали, а между тем презентация там 2 часа, да, длится? Ну, да. Ну, там, конечно, эти, Holo-Holo очки. Ну, сейчас дойдем еще до них. Ну, да. Ну, вот Surface Hub, такая большая-большая-большая... Не знаю, у тебя написано или нет. Игран. Ну, тут... Большой планшет. Да, Microsoft May Giant Touchscreen TV, да, Surface Hub. Да, большой планшет один такой, как доска он будет. Я думаю, его в Enterprise целях будут все покупать, передвигать там на нем виндовские всякие приложения. Ну, не только, на нем рисовать, писать. То есть, я думаю, они там комплект всяких дефолтных штук, там, какие-нибудь для скрама, для agile, для всех этих методик разработки ПО, все доски, хреноски, все там должно быть. Ну, давай о характеристиках. 4К дисплей, то есть... Да, 84 дюйма. Ультра-HD 84 дюйма. Ну, он так и называется... А, нет, он называется просто Surface Hub. Я думал, он Surface Hub 84 называется. Ну, нет, тут еще, видишь, камеры, колоночки, микрофончики, Bluetooth, NFC. Все, все в него встроили вообще. Ну, вот. Это не самое главное. Самое главное, я так понял, у них все-таки очки были на этой презентации. Ну, вот Microsoft's Virtual Reality Headset is here. Да, то есть, именно дополненной реальности. Не то, что это просто виртуальная реальность очки. Ну да, дополненная. Это не Oculus Rift, это что-то около. Ты, может, мне скинешь ссылочку на видос, который ты показывал? Посмотрим. Сейчас я его найду, да. Именно про HoloLens, да. Вот именно это, двухминутный, чтобы долго не смотреть. Сейчас я его тебе скину. Но вообще, очки, на самом деле, для меня откровение было, что они вообще их сделали. Я просто не следил, поэтому вот так. Я не уверен, насколько они их анонсировали вообще. Может быть, никто, для всех, может быть, откровением явилось. Кстати, говорят, Google Glass загибаются сильно. Ты сказал, что их отменили? Практически. Ну, в смысле, что их нельзя купить? Паблик, вот этот доступ даже для американцев отменили. Но, наверное, косвенно это означает, что или какие-то баги у них непоправимые, или просто они заявили о том, что, ну, нет. Может быть, никому не надо. Хотя, вот смотрите, тут на HoloLens тут вообще всё. Жизнь. Тут какие-то иконки прямо у тебя на кухне. Ну, я так понимаю, ты идёшь, и ты куда хочешь можешь себе приложение открыть. Разворачивать. Да, и те, которые поддерживают вот этот Hologram API. Он сейчас во всех Windows 10, он будет встроен. То есть можно разрабатывать ПО из телефона, видимо, что-то выводить. Хотя, кстати, сказано, что очки — это полноценный компьютер. То есть это не тонкий клиент, в отличие от Apple Watch, с компьютера там или с телефона. Там внутри проц, всё как надо. Они, наверное, из-за этого дороже будут, но... Они ещё, наверное, весить будут, как шлем. Ну, мужик как-то не напрягаясь, у него жилки не набухли на висках, в принципе, он как-то может. Ну, вот тут, видишь, суперинтерактив, то есть чувак с помощью API показывает на своём планшетике. Ну, и то есть он, у него камера, на самом деле, она показывает, что видит тёлочка, и он ей показывает, где закрутить трубы. Ну, вот тут, на Марсе, я так понимаю, что марсоходы, они тоже... Hologram API уже у них есть. Но тут чувак сейчас на 3D-принтере распечатает ракету, это тоже так, ми-ми-ми. Ну, да. Ну, и вот пишут, что API, голографик, вот этот API, который, он включён в Windows 10 будет. Я это сказал минуту назад. Да, да. Ну, вот тут, да. Короче говоря, они все рады, довольны. Наверное, как обычно... Тут Майнкрафт купил. Наверное, как обычно будут только в США сначала. Там причём собака, и такое ощущение, что собака тоже была голографическая. Ну, если будут, то да, сначала в США. Возможно, этим можно лечить людей. От чего? Ну, от каких-то психологических заболеваний. То есть вот есть у тебя какая-то там депрессия, и тебе показано, я не знаю, друга завести собаку. У тебя аллергия на собак. И ты себе голографическую собаку заводишь, и, может быть, тебе как-то даже от этого легче. Ну, просто сейчас реально в видосе голографическая собака была. Я не знаю, я столько придумал, пока ты это говорил, я даже не знаю. Ну, это же типа, опять же, для хэндикапт людей, это прям находка. Да, очки снимаешь, а у тебя там не собаки. Ну, не дай бог у тебя сядут очки в момент прихода, когда у тебя радостно, у тебя они садятся, и ты понимаешь, что всё тленно на самом деле. Ну, подожди, давай ещё о весёлом. Значит, на Windows Insider, на сайте insider.windows.com можно скачать пока Technical Preview, и уже скоро будет Consumer Preview Windows 10. Всё. Это сто процентов. Ты о весёлом хотел. Это. Да, это, кстати, не о весёлом. Ну, на самом деле, новинки-то такие. Давай вернёмся к Стиму. Я вот, мне теперь страшно. То есть, что, Стим умрёт, если они Xbox Live навязывают сильно? Там тоже, вон, судя по сайдбару, My Games, Achievements, понятно, что они не смогут всю социальную составляющую Стима перенести. То есть, все там обсуждения, какие-то там обзоры, руководство, там тоже что-то с видоса всего. Но... Я вообще не представляю, как они это будут переносить, потому что ты представляешь, если мы вот сейчас перейдём к следующей новости, но там же такого сейчас наворачивают в Стиме-то. Вот я о том и говорю. Они физически не успеют это всё в Xbox Live переносить, поэтому... Наверное, там достаточно картонно. Будет просто написано, что у тебя есть эта игра. Да, и когда ты её жмёшь, он у тебя Стим разворачивает, и ты там уже должен нажать, запустить, играть. Угу. Меня знаешь, кто бесит в Xbox Live? Вот эти человечки, которые... Ну, и тем не менее, это... Этой фичи лет 10 почти. Ну, в 2006-м, когда вышел Xbox 360, представили Xbox Live, и там были эти чуваки. Вот их пора отменить, им 10 лет уже. Ты хочешь как-то, чтобы они... Material Design были? Да просто... Или хотя бы голографическая собака вместо них была? Да, это просто несерьёзно. Ну, честно, ну, это для детей. Давай дальше про наше. Да. То есть вот. Следующая новость. Стим представил трансляции. Пока бета-версия, но она что-то как-то нормально работает. Ну, хотя, опять же... Вообще проблем не было. Ну, я имею в виду, мы же не 100 человек попросили зайти и взорвать мне интернет-канал. Ну, да. Не знаю. В общем, мы пробовали с Никитой, я играл в игрульку, он смотрел. Угу. Ничего странного, ну, просто нормально смотрел, и чат работает. Но приходится сворачиваться, конечно же, то есть в идеале ты на банке играешь, на компьютере, на ноутбуке у себя открыл сбоку чат и пишешь. Потому что если тебе каждый раз сворачиваться, делать shift-tab в стиме, там писать, ну, это не круто. То есть чат, скорее, он для нескольких людей, которые смотрят трансляции, чтобы они между собой общались. Не столько между теми, кто смотрит, и тем, кто записывает, мне кажется. Мне что нравится, что это все тебе исключает заход на Твич, ты берешь свой канал, разрешаешь, чтобы все смотрели, как ты криво играешь. Ну, тут, видишь, монетизация хромает. Но ты можешь так же, наверное, в описании везде написать, мне бабки кидать сюда, там, и так далее. Здесь все, пока с рекламой-то еще рано, говорит, думать. Но будет. Ну, в общем, о том вообще как, ну, ты вот, у тебя всплывает, типа, Саня играет в такую-то хрень, да? Ну. Ты жмешь, типа, я хочу посмотреть. Так. Так или нет? Я же не знаю, что ты жмешь. Да, правый клавиш, я говорю, посмотреть игру, и ты мне разрешаешь. Вот, Watch Game. Я, у меня в чат прилетает, Никита хочет посмотреть, как вы играете. Я жму разрешить, и там можно несколько настроек настроить. То есть разрешение я там ставлю, что 1080p без ограничений. Битрейт, жалко, 3500 максимум. Поэтому супер динамичные сцены, если бы я в гонке гонял, то, наверное, бы немного подлагивал это все. Хотя, несмотря на то, что лаг в 10 секунд-то есть. То есть мы это по чату поняли, что ты мне пишешь, иди направо, а я уже ушел налево, и да. И уже успел понять, что направо надо было идти. Вот, может быть, это как раз и дополнит. Ты имеешь в виду, почему бета? Да, ну смотри, в чем удобность. Вот Twitch, да, мне приходит на почту, что кто-то зашел в канал, начал стримить, кто-то стал онлайн. Мне приходит это на почту, да. А тут я сижу, у меня Steam включен, мне Steam всплывает, я просто добавил того, кто мне нужен. Мне всплывает, что он играет, и я погнал. Ну нет, естественно, удобность сложно переоценить, как это выражение. Ну, короче говоря, это круто. Так ты стримил еще без дополнительного ПО? Ты через Steam стримил, получается? Ну да, да, никаких опен-бродкастеров, никаких костылей сраных. Но, опять же, я микрофон... А, микрофон был. Микрофон можно было, мы просто не попробовали. Вебки нет. То есть, если я телка, то я, опять же, мне смысл через Steam стримить. Еще прям не сделали, что ли, ты, Миша? Ну, мы же с тобой пытались. Вебки нет. Я думал, у тебя нет ее просто. Так и кнопки нет. Мне бы так хотя бы... Мне это... Ну, я видел, что есть кнопка вебка, я бы хотел ее купить. А так я ее даже купить не хочу, потому что там, ну, нету этого. Ну, короче говоря, вот такая штука. Интересно, как они вообще это реализовали. По вебу или как-то они зашифрованы, пакет передают поток, точнее. Или веб RTC, о котором мы неделю назад говорили, который в Firefox. Не знаю. Ну, мы тут как бы не то, чтобы уж очень супер-про в стриминге видео. Но я думаю, что бета уйдет в нормальную версию уже к лету, когда там выйдут GTA, Ведьмак третий. Вот это вот все, потому что иначе-то как мы без этих стримов дальше идем? К следующей социальной сети из Steam Community в Google+. Ну, слушайте, так статья-то такая, в 2015 году, нет, я что-то смотрю, сколько на самом деле пользователей у Google+. Да, такая статья. Я вот позволю себе зачитать, потому что здесь цифры, которые я не запомню ни в жизни. В общем, общее число пользователей было определено после некого такого исследования. И оно составляет 2,2 миллиарда профилей. И лишь около 9,2% проявили хоть какую-нибудь активность на сайте. То есть примерно 200 миллионов человек хоть раз оставили записи любого рода. Порядка 37% имеют среди недавней активности комментарии на YouTube, но это после присоединения. Еще у 8% последней записью идет смена фотографий. Только вот они вот только зарегистрировались, сменили и не заходили. Ну, вот такая страшная, если честно, статистика. Ну, она ожидаемая. То есть всегда же все шутят, что типа, если хочешь, чтобы тебя не троллили в комментах на ВК, иди в Google+. Да, пиши на Google+. Ну, опять же, понимаешь, даже тот факт, что у них 2,2 миллиарда профилей, это просто потому, что они к почте его насильно привязывают. Практически ты там знаешь, когда ты только регистрируешь почту сейчас, тебе, по-моему, сразу ставят в Google+, аккаунт. А когда ты старую почту переводил в Google+, то там знаешь, как в Индиане Джонсе, у тебя 18 кнопок, и только одна из них разрешает тебе не делать профиль в Google+, и ее выбрать, ну, нереально. То есть, короче говоря, фактически, опять же, ты регистрировался на Google+, если у тебя была Google Почта на момент его создания. Ну да, то есть, получается, YouTube вынуждает тебя... Теперь YouTube вынуждает, чтобы писать нормальные комментарии... Почта? Да. И самое главное, люди, ты забываешь, что с помощью Google+, то можно продвигаться маленько. Ну, это, понимаешь, возможно, именно вот эти 9% из них, кроме того, что 6% там что-то писали в 2015 году, из них 8% это люди, которые прикручивают Google+, для того, чтобы по-быстрому вкидывать там, ну, каким контентным маркетингом занимаются, или просто SEO-продвижением. То есть, очевидно же, что Google, он ранжирует и на основании того, сколько социальных сигналов в Google+, получила та или иная страница. То есть, даже были такие сервисы, которые накручивали лайки в Google+, но там практически как китайцы капчевают, ты заходишь на сайт, жмешь где-нибудь там кнопочку Google+, что ты плюсаешь этой странице, и, типа, переходишь дальше, тебе за это там или деньги, или кредиты идут, ну, как обычно на всех этих биржах. Короче говоря, глупо его не использовать, к слову говоря. То есть, вот мы, например, по-стим на Google+. И у нас там 200 плюс человек. У нас там уже чуть ли не 200 тысяч просмотров. Да. Ну-ка. То есть, мы, так мы, так я, понимаешь, еще выбираем самые интересные новости туда. Вы, в принципе-то, если такие Google+, это вам круто. Если вы, да, к тем 9% принадлежите, то вот у нас есть... Черт, не то нажал. Есть, да, 230 тысяч уже просмотров, 258 подписчиков. То есть, в принципе, здесь есть некая жизнь у нас. Самое вкусненькое из пабликов, оно сюда перетекает. Плюсом тут даже вон по 7 лайков где-то есть, репостят иногда. Вот мне тоже понравилось. И что-то я хотел еще сказать по этому поводу. А, мы еще... Наши видосы на YouTube, то есть здесь, кстати, вкладка YouTube, она наши видосы показывает, как несложно догадаться. Мы их расшариваем в разные Google+, сообщества. В которых нас потом банят. Ну, там всех забанили, насколько я понял, да? Нет, просто меня забанили в веб-дизайн сообществе русском. Да, в общем, мы оппозиции Google+. Мы хотим по-человечески просто людям нести светлое, доброе, хорошее, а нас банят. Видимо, это все вот эти вот несчастные 9%, которые пользуются Google+. Короче говоря, вся статистика понятна. И огромное количество, ясно, потому что, ну, форсируют. И невысокая активность тоже понятна, потому что, ну, кому это нахрен нам? Ну, еще раз, если вы хотите продвигаться в Google поисковике, вам надо по-любому... Те уже об этом знают, да. И там можно же... Ладно, у нас здесь вот эта YouTube дизайн страница, тут максимум то, что это сайт связанный и так далее. А если заниматься продвижениями брендов, реальных каких-то компаний, то есть вот у нас есть клиенты, которым мы делаем вот эти Google+, мы их адреса связываем, фоточки к адресам подделываем, чтобы на Google картах показывалось это заведение по-человечески. Ну, короче говоря, здесь очень много... Я не знаю, по-моему, Apple карты, они из Яндекса все-таки берут информацию, но там то же самое надо делать. Ну, кто-то... А, ну, собственно, Google карты, они берут из Google вот этих адресов или Google организации информацию. Если вы нормально Google+, страницу для вашего небольшого магазинчика комиксов оформите, то в Google картах у вас увеличенные шансы повыситься по запросу там магазин комиксов. Ну, короче говоря, это круто. Это инструмент на самом деле. Да, это не столько социальная сеть, чтобы там потроллить, покомментировать, покидать котиков, хотя и такое есть, но это инструмент для работы, и поэтому я считаю, что он недооценен. Хотя, может быть, и к лучшему, то есть конкуренция не очень большая и вообще... Ну да. То есть хорошо оформленных вот Google+, страниц их немного, и это, по-моему, прикольно, это круто. Хорошо, что не знали, да? Да, теперь знают, к сожалению. Ну и кроме этого, я еще тебе хочу другое сказать. В общем, переходим к следующей новости. Так, я сейчас вот сюда, вот эту закрою. Наша еженедельная рубрика «Вордпресс за неделю». То есть, на самом деле, не так много произошло, но, может быть, и много. То есть, началась официальная разработка WordPress 4.2, то есть, была встреча и предварительная дата выхода новой версии 8 апреля. Ну, кроме того, что там, как обычно, будут какие-нибудь там security изменения и так далее, там, может быть, обновят там версии библиотек каких-нибудь, это все понятно. Кроме этого, будут несколько плагинов. То есть, вы помните, что большинство фич уже, начиная где-то с 3.6, 3.8, они из плагинов, сначала тестируются в виде плагинов, потом, если все круто, они это в ядро кидают. То есть, например, нынешний плоский вот этот интерфейс админки, он с 3.6 версии был, и он сначала до этого целый год тестировался как плагин с названием MP6. Хорошо, хоть MP5. И после этого его вот в ядро включили. То есть, и вот теперь вот 3 таких плагина будут включать в ядро. Press this. То есть, ты, Никита, знаешь, вот там в настройках WordPress, если глубоко зайти, там в чтении или в написании, в написании есть типа bookmarklet. То есть, вот здесь есть скриншот. Вот такая штука типа запостить. Вот, вот это вот. Ее надо типа перенести к себе в закладки, и тогда ты сможешь ту страницу, на которой ты находишься, запостить вот в этот WordPress. Вау. Ну, ты не знал, да? Ну, я не понял. Это супер старая фишка, вообще прям очень давно. Ну, просто я почему не пользуюсь, потому что это, ну, как бы этот вот блок в помойку превратит. То есть, ты будешь вот так просто ссылки кидать, 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 ну, че это будет? Понятное дело, что очень сомнительная применяемость у этого bookmarklet. Ну, в общем, и хотят его покруче сделать. То есть, он не только статьи будет, картиночки теперь хватать, там, и так далее. Здесь вот такая будет всплывушечка, типа, ну, знаешь, это кусок админки, вот этого режима, который, типа, не беспокоит. Ну, как это? Distraction-free mode. Вот ты тут сможешь отредактировать, и нажать паблиш, или сохранить, как черновик. То есть, я могу отредактировать? Это самое главное? Нет, естественно. Причем только вот с этим плагином. До этого ты особо ничего не мог. Хотя, я повторюсь, ну, не то, чтобы очень много пользовался. Короче говоря, теперь точно можно редактировать, сохранять в черновик. То есть, не обязательно паблиш здесь жать, но если жать, то вот он сразу уже на блоге и появляется. То есть, вот такую штуку будут имплементировать. Тебе как? Снесло уже башню? Мне уже нравится. Да. Theme-switcher следующая штука. Ну, и здесь видно тоже по скриншотам, что теперь темки можно в кастомайзере менять. Ну, то есть, я уже говорил до этого, что вот эти вот релизы 4.0.4.1.4.2, они на кастомайзере как-то в какой-то степени не фокусируются. Здесь можно темки теперь вживую. Вот ты жмешь, вот так выбираешь из того, что у тебя установлено. Или даже типа у тебя здесь маленький theme-репозиторий, и ты здесь делаешь live-preview, и он тебе прям здесь, ну, на странице будет делать превью. Интересно, зачем они сконцентрировались на кастомайзере? В чем прикол? Потому что, чтобы более интуитивно понятный был интерфейс. Чтобы ты вот нажал, у тебя будет одна кнопка потом в админке. Настроить. Настроить, да. Я тебе вангую, что через там 10 релизов. И ты ее жмешь, и там вот все настраиваешь. То есть они из одного места все настройки в другое просто перенесут, поэтому с этим поаккуратнее надо. Но может быть вот такая штука, как переключить тему и впишется. Не знаю. Я не могу сказать своего мнения. Мне не сильно нравится обказуаливание WordPress, потому что они работу у нас отнимают в какой-то степени. С одной стороны, да. А с другой стороны, может быть, это закрепит за ним просто, что он хороший. Все будут знать. Просто WordPress, блин, хороший. Да, и будут искать людей, которые хорошие темы для хорошего WordPress. Потому что, чтобы переключить тему, у тебя должна быть хорошая тема. Мы на эту бижутерию не смотрим все равно на эти настройки. Customizer. Ну нет, почему? Я вот уже даже в своей темке тоже там чуть-чуть его использовал к своему стыду. В смысле, ты его сделал? Я воспользовался некоторыми дефолтными API-шками, типа custom header, custom цветов и так далее. Но я смотрел курс, как там эти вот секшены, панельки добавлять, делать. Я думал, что-нибудь добавить, но просто не придумал, что добавить. То есть, для начала надо же какой-то функционал на это привязать. Ну, короче говоря, вот темки можно будет в кастомайзере менять. И третье, это shiny updates. Ну, здесь вот этот скрин говорит сам за себя. То есть, можно теперь будет обновить, не перейдя, там, на страницу update.core.php, когда там тебе вот так хоп, в списочек все напишут, и вернуться в плагины. Теперь ты жмешь install или там update, и он тебе вот здесь вот в одной кнопочке, как приложение, вот здесь аналогия проявится, в App Store или Google Play, ты жмешь, у тебя где-то там на бэкграунде происходит, и тут хоп, у тебя уже обновлено, и все. Вот это прям бомба, я считаю. Давно пора это надо было сделать, потому что все лишние переходы, нажатия. Ну, плагин-то есть, я не знаю, когда у него там первый коммит был, первый релиз, давай посмотрим. Ну, понятно, но... А, тут не на него приходит. Ну, короче, плагин вот он, вот он, есть, вот он. А и недавно, пять месяцев назад. А, свежак. Только сейчас додумались, да, его в ядро вкинуть, но ты же сам понимаешь, там, неповоротливая-то машина. Фон Неймана. Automatic, да, фон Неймана, поэтому, ну, круто, что. Вот последнее мне прям сильно нравится, первые две, ну, так, я вот, press this я точно не буду использовать, бредятину, я все равно, когда, ну, то есть, это, наверное, для каких-то таких шальных контент-менеджеров, то есть, я-то все равно, когда пишу посты, я продумываю, там, в трейл кидаю ссылки, что вот это, вот это я буду использовать, там, ну, более основательно подхожу, не знаю, может быть, этот удобнее, этот press this, но да. И еще одна маленькая штучка, Крис Койер у себя на блоге на Asus Strix бомбануло о том, что вот, типа, вот этот плагин тоже переходит в ядро, ну, и точнее, даже не столько в ядро, сколько это, типа, официальный плагин, вот здесь, видишь, last update 25 января, то есть, сегодня, вчера, вчера это было, и чуть ли не это не первая версия, нет, два, не важно, короче говоря, он что делает? Можно добавлять вот эти responsive images, мы в каком-то подкасте обсуждали, но здесь они обновили, что не в элементе picture, а в src set, и помнишь, мы говорили для чего, то есть, элемент picture, он в любом случае, в зависимости от разрешения, тебя форсирует определенные картиночки, а src set, он в зависимости от твоего канала их тебе подсоет, то есть, это, технически, это более адаптивно, чем picture поганый. Ну да. Поэтому, вот этот плагин уже вот это, src set имплементировал, ну и там есть, как бы, инструкция, как его использовать, то есть, вот, тевкой get src sizes, там, эхать вот это вот, прямо в тег image, ну, для каких-то, типа, статических хедер имиджей, можно использовать, почему бы и нет. Ты не понял, а как я его, то есть, я его установил себе, да, а как я его, на обычных картинках, которые я просто в медиатеку... Хороший вопрос, понятия не имею. Здесь написано, я не поставил просто его себе. Здесь написано, что можно хардкодить в шаблоны. То есть, ну, очевидно, что для большинства вещей тебе эти, нахрен не надо, эта вещь. То есть, это тебе нужно для твоих дизайнерских решений. Помнишь, мы, если ты вспомнишь, мы в том подкасте так и обсуждали, что не надо это везде использовать, лучше использовать прогрессивные JPEG-изображения, которые там по чуть-чуть будут подгружаться и не сильно много трафика жрать. Но, вот, SRC-сет надо использовать на логотип, который в зависимости от телефона реально будет сильно меняться. И, типа, это и на дизайн будет влиять. Помнишь, был сайт responsivelogos.co.uk? Да, да, да. И там там Nike, какие-то еще. То есть, чем больше места, тем больше надписей, потом все хоп, и до вот этого вот, как это назвать, ну, до значечка до одного сократилось. Вот, я думаю, в основном для этого будет использоваться. Все, давай к твоей теме. а моя-то, она вообще серьезная тема. Это я не знаю, я не знаю даже. В ходе одной из дискуссий на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, или Давосе? Давосе. Давосе. Глава компании Google, Эрик Шмидт, высказал мнение, что интернет скоро исчезнет. Я, на самом деле, когда прочитал, а ты, по-моему, просто кинул эту новость. Да, я просто ее увидел и кинул по прикольчику. Я начал читать, и, естественно, что я там вычитал, значит, что он сказал? Он заявил, я отвечу очень просто, интернет исчезнет. Будет так много IP-адресов, так много устройств, датчиков, вещей, которые на вас надеты, вещей, с которыми вы взаимодействуете, что вы перестанете это даже ощущать. Это станет постоянной частью вашего существования. Для кого-то уже стало, я думаю. Главной этой темой новости на самом деле явилось то, что Google вложила огромную кучу бабла, то есть 1 миллиард долларов в развитие SpaceX, вот этой аэрокосмической компании, которая как раз занимается развитием интернета в удаленных уголках. Ну, это, это, не новость. Вот именно вот эта штука про SpaceX, они это чуть ли не полгода назад уже анонсировали, просто здесь он опять об этом сказал и попытался обосновать, почему это круто, потому что вот уже у всех там гаджеты, уже там все, часы и все, все в интернет выходит. Да, вот он сказал, вы наблюдаете появление множества мощных технических платформ и сами видите, как меняется или будет меняться порядок доминирования из-за появления мобильных приложений для смартфонов. В общем, ну, как-то это, он мог бы так громко то уж не заявлять, но интернет-то останется как таковой. Он имеет в виду, что это уже даже нет смысла будет интернетом назвать. Это как, знаешь, вода в кране. Ты же не заявляешь о том, что у тебя есть вода в кране, хотя, может быть, по отношению к каким-то отдаленным регионам, опять же. Ты имеешь в виду, что это, ну, прям жизнь наша уже будет? Ну, он вот это и имеет в виду. Я от этого не имею в виду. Мне кажется, это, ну, страшно даже. Паранойкам привет. Это, ну, неправильно. Чем больше будет вот такого этого, тем проще будет это все контролировать. Эрику Шмидту. Угу. Поэтому, ну, я так думаю, у них свои очень коммерческие интересы в этом отношении, к сожалению. Вот такая тема. Такая вот загогулина? Ну, к нашим последним, да? Давай попробуем. Вот в описании.ru это сайт, который мой блог, сколько ему? Года два? Самому адресу? Да. Наверное, да. Ну, неважно. В общем, я наконец-то сделал себе темку для него. Подожди, а давай предыстория. Это вообще же сколько блогов-то было? Блогов было вообще до жопы. Были какие-то блог-споты? Первый какой-то был блог-спотный, да, а потом был вордпрессный блог, который на вордпресс-коме. Угу. До блог-спота был тамблер. Да, 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 до тамблера, возможно, ничего не было. Это как бы, это вообще, это 10-е, 2010-е. Ну, это сейчас, ну, не самое интересное. Ну, короче говоря, в какой-то момент я, а, потом был Slow Me. И там-то было потом уже не мой личный блог, а про эти, про веб-технологии, из-за чего вообще это все родилось. Но это, здесь есть статья же где-то про Uweb Design, типа, Uweb Design, с чего все начиналось, да? Вот, да. И там об этом тоже сказано. Поэтому тут можно почитать. Ну, короче говоря, потом я на веб-сайне вот просто личный блог запилил и очень редко пописываю. Иногда на меня находят мгновения. Иногда у тебя часто. Ну, хочется, чтобы всегда было часто. Но посмотрим. Здесь сейчас как бы не об этом. И я сделал такую темку, она очень легкая. То есть, здесь вот так по центру только колоночка, посты, маленький футер, вот этот header image большой, менюшка, и все. То есть, здесь, ну, есть какие-то страницы, из-за того, что подо мной заедено мне редактировать, везде появляется. Архивы категорий, рубрик. Ну, вот, в общем-то, и все. То есть, есть какие-то сингл-посты. Сайт, кстати, довольно быстро работает, да? Как думаешь? Я заметил, да. То есть, если в Firefox смотреть, то там еще и закешировано все. То есть, там практически, знаешь, ну, ну, тоже быстро. Если посмотреть в, как здесь в Firefox открывать, вот эти штуки, то там пейдж-кешинг показывает, что там за какие-то... А, not cached даже показывает. Обидно. Иногда показывает, что cached и за 10 секунд, за, точнее, 10 миллисекунд загружает. В общем, кеширование, оно иногда как-то странно работает в Firefox девелопере. Короче говоря, да. И это на Genesis сделано, то есть, или на Genesis. Это такой WordPress фреймворк для тем. И поэтому это child-тема. То есть, если сюда сейчас зайти в темы, так бы я сейчас в кастомайзере мог показать. Так придется в темы зайти. Это, кстати, у нас хостинг, самый дешевый хостинг на SmartApe.ru. Вообще, беспонтовый, но достаточно неплохо работает. Вот это вот веб-сане. И здесь написано, что это дочерняя тема для Genesis. То есть, то есть, то есть, вот она такая, и вот это Genesis. И я на локалке, когда его разрабатывал, здесь вот у меня есть типа, юнит-тесты. То есть, я вообще все, все теги, все вообще, что бывает в WordPress, здесь выведено, чтобы посмотреть, как вообще оно с этой темой работает. И я вообще, для чего это выводил, чтобы вертикальный ритм проверить. Здесь вот у меня вот эти линеечки включены. Это дебаг для вертикального ритма. То есть, чтобы было понятно, что каждый блок, он занимает сколько-то определенное количество линеечек. Какой-то там два, какой-то одну и так далее. Ты меня спросишь, что самое сложное в этом было? Давай. До хрена сложное было с таблицами разобраться. То есть, чтобы у них вот эти бордеры, они же тоже на вертикальный ритм влияют. Чтобы они как-то не сбивали. Учитывались, да, там пришлось очень сильно. Ну, там я компас вертикальный ритм использую. У них там есть миксины для этого, но с ними и то приходится тоже попотеть. Но я сейчас коды покажу. И с сейфреймами было тяжело, потому что сейфреймы, они разного, разной высоты. И приходится вот такие небольшие отступики там добавлять. Где-то марджины, где-то пэддинги. То есть, вот видишь, марджины, и они центруют немножечко, чтобы там параграфы туда-сюда уходили. Здесь, кстати, сбилось. К слову, об айфреймах. То есть, возможно, нужно... Да, оно прилетает здесь в прямом эфире. Вот у первого не сбивается. Короче говоря, вот это и сложно. Вот, вот видишь, здесь не сбилось. Ну, это вся штука, ты джаваскриптом ее, да? Да, да. То есть, приходится в тех моментах, где обернуто или не обернуто в параграф, там сбивается. То есть, вот тут опять сейчас не сбилось. Суть в том, что есть несколько джаваскрипт-файлов, которые за это отвечают. То есть, если вот Vertical Rhythm, включается вот этот плагин, там вот я оставил ссылку для тех, кому это интересно. И тут вот для... У меня еще на телефоне, то есть, начиная с меньше айпэда, уменьшается этот line height, и там все чуть меньше становится. Для этого тоже приходится вот это добавлять. Я по set timeout через какое-то маленькое время еще это делаю, чтобы айфреймы успели прогрузиться. Ну, короче говоря, здесь то еще колдунство, но в конечном счете оно под, видишь, здесь четкие линеечки доходят до самого низа, то есть оно вот... Ну, короче, ты видишь, что линеечки доходят до футера, и футер там еще их несколько занимает. Все ровненько. Что касается вот этой картинки, ее можно менять с помощью кастомайзера, опять же, к слову того, что я его делал. То есть, можно все-таки кастомайзер задействовать? вот изображение заголовка, вот можно другую какую-нибудь закинуть, то есть, добавить. Попробуем сломать все. Давай. Выбрать, обрезать, причем не обрезать. Ну вот, видишь, да, как оно будет, я сейчас не буду это сохранять, больше самого уважения, но да. И для того, чтобы на синглах это менялось, то есть, вот у некоторых постов, вот, видишь, другая картинка, это используется фичерд-имидж, то есть, если я сейчас зайду в какой-нибудь последний постик, видишь, админка, из-за того, что она не закеширована, работает намного дольше, чем фронт-энд, но такая жизнь с нашим дешевым хостингом, вот. Миниатюрку смотрит. Да, здесь он фичерд-имидж берет, и если посмотреть саму запись, то вон она там и есть. Как это делается, ну, собственно, не так уж это и сложно, но тем не менее занятно, то есть, если здесь посмотреть, я объявляю поддержку кастом-хедера, добавляю вот этот вот дифф в самый низ, я использую вот эти экшены дженезисские, которые прям видно, для чего, то есть, если я сейчас здесь, так, зайду в админку, у меня появится этот админ-бар. Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, пока она там грузится, так, это торренты, кастом-хедер. Блин, почему так долго-то? Неожиданно. Короче говоря, он в самое начало страницы падает в эту. Угу. Перед хедером, перед всем вообще. Потом я добавляю вот эту штуку, дженезис, кастом-хедер-стайл, функцию, вот здесь ее описываю, VP-хед ее на этот экшен вешаю, чтобы она экзекьютилась там. На вот этот вот класс я вешаю, ну, этих, у заголовков тоже можно менять текст, кстати, в этом кастомайзере. Так, сейчас, давай пока зайду. Так, это ты сейчас говоришь про картинку, ага. Кроме картинки, там, когда добавляешь кастом-хедер, дефолт на WordPress, вот, можно еще цвета заголовка менять, но и они меняются. То есть, если я сейчас здесь сохранить, опубликовать, вот, видишь, она меняется. Остальные? Нет, я по умолчанию все-таки верну. Я, кстати, умолчание сменю, для того, чтобы потом вот так вот при таких экспериментах не слетало. Вот это здесь есть, да, и я смотрю, если типа из сингл или hasPostThumbnail, то есть, если это пост, если у него есть FeaturedImage, то он вычленяет с помощью vpGetAttachmentImageSrc, бла-бла-бла, вот он вычленяет картинку, ее дальше подставляет, если нет, то берет GetHeaderImage, то есть, понятное дело, если мы у него картинку не поставили, то ее и не будет. И потом, потом, в самое начало, из-за того, что эта функция в vpHead у нас показана, мы бросаем вот такой вот тег styleTypeTextX там CSS, вот смотри, так, 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 вот этот, вот этот, вот какой-то из них, из них, вот, вот он. Здесь styleTextCSS, короче говоря, inlineCSS, и тут вот этот градиентик, то есть, картинка, вот она у нее, ссылка, то есть, вот она, и на нее еще наложен градиент, чтобы она вот так вот, вот этот беленький, перетекала плавненько, то есть, это все вот делается в этой PHP функции, ну и здесь вот только с помощью sprintf в нужные места с вендорными префиксами всеми подставляется этот headerSelector, то есть, какому классу это присвоить, и headerImage, то та картинка, которая нам прилетела, либо featured, либо header, все, все выводится потом в итоге, тут куча проверок, чтобы лишнее не выводить, ну, что касается вообще работы с Genesis, там она не очень сложная, то есть, там все делается экшенами и фильтрами, то есть, ну, что нам не надо, мы убираем, то есть, я весь футер у постов убрал, типа там, выпущено в такой-то категории, там, и так далее, вот это все мне не надо, показалось не нужным, ссылку на readmore, вот так фильтром я исправил, начитать далее, переводить долго было неохота, поэтому просто исправил, и все, это же нигде не будет использоваться, кроме этого, вот, например, дефолтный viewport, он подраз, он без user scalable no пишется, то есть, вот только вид device with initial scale 1, я его убрал, вот здесь remove action, и новый туда забиндил, чтобы нельзя было, как это, приближать, короче говоря, на телефоне, не убрал дефолтную fv-конку, то есть, вся работа с Genesis, она вот так вот, вот такими экшенами и фильтрами делает, это супер мощный API WordPress, это прям то, за что я его люблю, то есть, здесь по факту, если свернуть вот этот lib.js, то нету ни одного php файла, знаешь, типа там, header.php, footer.php, с этим не приходится работать, потому что, чтобы не было лишнего, как это, спагетти код называется, или что, когда у тебя несколько языков, html, php, там, добавить, это все, вот этого всего нет, если работать с Genesis, но если правильно с ним работать, всегда можно забыдлить, конечно, но да, jQuery я тоже с Google подключаю, вдруг кто-то был на сайте уже, на другом, и она у него закэширована, и тогда она будет тоже закэширована, и у меня на сайте. Ну, это круто. Вообще, в принципе, то есть, Genesis-то, это вообще-то круто. Это прям супер вообще, вау. Мы будем потом по нему снимать видосы, тоже отдельно, смотреть как учат. Ну, и все-таки, мне кажется, что я вот смотрю, и мне кажется, вертикальный ритм все равно как-то виден мозгом, возможно, потому что я смотрю, достаточно приятно считается. Ну, его потому и вообще делают в дизайне, предлагают делать, что как бы, ну, он нужен, как воздух. Ну, потому что, вообще-то, изначально вертикальный ритм, я не знаю, в книгах ты это соблюдаешь? Сто пудово. Это, естественно, из печатного вообще, из книг, из газет, из всего. Почему тебе, ну, как бы, ты читаешь, и оно все такое, как по гряду, и не только вот по гряду, что горизонтально в колонке, но и по вертикали тоже. Все строчки, они одна напротив другой. То есть, это всегда показывают в книге, что вот есть у тебя левая страница, да, и есть у тебя правая страница. И там строчки, левая и правая, они же на одних строчках находятся. И в тетрадках, в клеточку, в линеечку, тоже вертикальный ритм тебя заставляют соблюдать. В общем, это для головы-то, это то, что должно быть. Поэтому, да. Ну, сами SAS-файлы, они организованы по SMEX-у, то есть, есть utilities, там какие, clear fix, то есть, дефолтный, там этот, компасовский миксинг. Colors, я все цвета сюда положил. Index, тут просто собираются в одно, тут у каждого есть индекс. Кстати, я breakpoint использую, это такой SAS-гем, который позволяет не писать медиа, там, скрим, там, то-то-то-то-то. Я сделал только пиксели, и потом я вот так делаю, include breakpoint в скобках, те пиксели, которые надо, и делаю, все, оно меняется. То есть, вот так вертикальный ритм выглядит весь в CSS. То есть, вот, кстати, debug, можно ее false сделать, и тогда на локавочке тоже не будет линей. Ну да, да, не будет линеечек, то есть, вот так вот. Это все одной переменной я сделал. Ну вот этим-то, наверное, никого и не удивишь особо. Что там компилируется? Да, скомпилировалось. Вот, да, тут, кстати, тоже градиентик. Тут я сделал, причем, чтобы эти, hyphenation, который в хроме не работает, помнишь, чтобы, типа, переносики, если контент как-то это, тут, я не знаю, мы сможем симулировать сейчас где-нибудь. На русском работает хорошо, на английском, я так понимаю, слова даже толком не переносятся, они все слово проще перенести, но, в общем, да, это есть. Я свои пэддинги написал, и везде вот это все использую, по-моему, неплохо. Но у нас, кстати, есть же на канале про вертикальный ритм-то посмотреть? Да, да, есть видос, где мы на компасе делаем вертикальный ритм, но там и то, знаешь, не сильно понятно по сравнению с тем, что пришлось познать, когда вот с iFrame работал я, я охренел. Когда в реальной жизни сталкиваешься. И с таблицами, да, то есть тот видос, он, знаешь, он заставляет тебя попробовать, ты идешь, как девочка Даши из мультика, ня-ня-ня, помогите Даши найти там что-то, помнишь? Да, да, и когда на самом деле приходится это делать, это очень сильный лес, это дрочиво, это дрочиво, да, это прям, да. Ну, мне кажется, круто посмотрели. А, кстати, у меня здесь открыто, то есть я на GTmetrix из Реган, вот сайт Soccer.ru, он как-то вообще поган. Нет, подожди, а что GTmetrix показывает для людей? А давай, прямо сейчас перепроверим сейчас. Типа, как быстро работает сайт? Вот, retest page, я не знаю, он сейчас, он, да, из Лондона. Самый ближний к России я Лондон нашел, то есть хостинг же он в Москве находится, и несложно догадаться, что когда ты из Америки, из Тексаса, из Остина, тестируешь, что там результаты будут чуть хуже, чем в Москве там, или в Челябинске, поэтому да. Ну, тут сейчас, кстати, могут они хуже быть, я не знаю, я как бы не перепроверил, но нет, зелененькие, то есть, и то, вон, видишь, есть вещи, которые сильно бесят, то есть, например, типа, убрать query strings from static resources, и там все, вот знаешь, jQuery, Typekit, то, что ты никак не можешь изменить, вот только это его и бесит. Не, ну, они... Не закешированы вот эти, а как ты их закешируешь, из-за Typekit и Яндекс, ну, вот это можно было закешировать, но из-за того, что он впрямую в этот, в онлайн CSS постится, то он к нему не применяются, никакие хедеры того, что он там кэшируется. Короче говоря, есть минусы. Ну, видишь, здесь они хотят от тебя чистого HTML, чтобы у тебя 100% было. Да, но мы понимаем, что такое не бывает, поэтому вот так, но это тоже, кстати, круто. Ну, ты... А можно обратно вернуться, как там у бедных, у сокера там? Ну, у них вообще не очень. И у рутерекера у них... если посмотреть, у них там вообще катастрофические, там, всякие эти проблемы. Ну, да. У них сайт-то... Ну, они, к сожалению, все равно больше денег, чем мы зарабатываем, поэтому... У юб-дизайна, кстати, тоже пока не важно, пока мы его не переделали. Но мы переделаем тоже на Genesis. Будет 95. Будет что-то подобное, да, поэтому, я думаю, с сайтом на сегодня закончено. Пишите, мы сегодня в новом звуке, если вы слышите. Мы сегодня еще тестово, пилотно, возможно, еще не все круто будет. Напишите, как вам звук, и мы будем что-то с ним делать, сами послушаем. Ну, да, но вообще, пока мы бесконечное количество раз его чекали, он был нормальный. Хороший. Лучше, чем было, да, никаких потрескиваний, попердываний. Мы уже 50 минут в эфире, так что надо заканчивать. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Твиттере, Вконтакте, в Фейсбуке, в Гугл Плюсе. Да, смотрите в Айтюнсе. И всем удачного дня, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok